АвтоВАЗ из-за логистических проблем и европейских санкций всеми силами пытается достичь стопроцентной локализации своих моделей. В этом деле автогиганту поможет Минпромторг, готовый ослабить требования по экологии и безопасности автомобилей. Первой моделью марки LADA, которая лишится антиблокировочной системы и подушек безопасности, станет Гранта. Как сообщает портал DROM, в производство такие машины пойдут не раньше июня. В июле упрощённую версию получит классическая Niva Legend. Новые модификации будут соответствовать второму экологическому классу или, проще говоря, нормам Евро-2. Это позволит поставить другой блок управления двигателем, удалить второй датчик кислорода, но пока неизвестно сохранится ли каталитический нейтрализатор. Для Vesta ободранная, как говорят вазовцы, комплектация не планируется. Ведь даже удалив электронику и эйрбеги до стопроцентной локализации этому семейству далеко, а значит выход рестайлинговых седанов и универсалов Vesta задержатся на неопределённое время. Впрочем, в нынешней ситуации вазовские закупщики пытаются заместить европейские компоненты азиатскими, а также рассматривают поставки деталей через другие, независимые от санкций юрисдикции. И ещё. 25 апреля автоваз выходит из корпоративного отпуска. И сейчас специалисты по закупкам прикладывают максимум усилий, чтобы обеспечить компонентами хотя бы часть моделей. Между тем, в Тольятти продолжает кипеть работа над будущими новинками. Но эта новость потребует длинного предисловия. По слухам, бывший шеф-дизайнер Стив Маттин оставил ладу после того, как новый глава группы Рено Лука де Мео раскритиковал дизайн будущей Нивы. Дескать, большому боссу не понравились вездесущие маттиновские иксы, которые к тому же удорожают штамповку боковин кузова. Сейчас образ Нивы 3 действительно переделывают под руководством Жана Филиппа Солара. Соответственно, новому шефу предстоит придумать для отечественного бренда свежую дизайнерскую концепцию. Тем удивительнее, что модель класса Б, которую заводчане именуют Грантой 2, сохранит икс-образные выштамповки на боковинах. Об этом говорит единственная шпионская фотография, опубликованная пабликом Автоград Ньюс. Видимо, кузовные штампы были сделаны до ухода Стива Маттина. Это лишь предположение, а факты таковы — новинка получит платформу и каркас кузова от Логана третьего поколения. Но моторы, салон и внешность будут оригинальными. Впрочем, если Рено решит покинуть Россию, судьба почти реализованного проекта повиснет на волоске, ведь премьера готовой машины была запланирована уже на 23-й год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok